Сегодня один из почётных гостей Кыргызстана – премьер-министр Государственного Совета Китая Ли Цян. Он прибыл в нашу страну с официальным визитом по приглашению главы Кабмина Клбека Джапарова. Главы двух правительств провели переговоры в расширенном формате. Было подчёрнуто, что на сегодня кыргызско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне. Стратегические партнёры оказывают друг другу поддержку по актуальным, жизненно важным для каждого из наших государств вопросам. Подчеркну, что в настоящее время отношения Кыргызстана с Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Текущий год богат и на взаимные визиты на различных уровнях. Стоит заметить, что мои заместители только за последние полгода посетили с различными целями Китая пять раз. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной сферах, в образовании и науке. Уважаемый господин премьер, выражаю уверенность, что ваш визит в свою очередь даст дополнительный мощный толчок практической реализации экономических проектов стратегического характера, а также договоренности, достигнутых по итогам встречи глав наших государств мая текущего года. Премьер Госсовета Китая Ли Циан отметил, что Китай был и остается надежным партнером Кыргызстана и выразил полную готовность практической поддержки проектов, представляющих взаимный интерес. Он также подчеркнул готовность практического продвижения долгосрочных отношений с Кыргызстаном. «Мы не только добрые соседи, которых объединяет тысячелетняя дружба и общая граница. Мы, прежде всего, братья и партнеры. Подчеркиваю готовность Китая к практическому продвижению долгосрочных отношений с Кыргызстаном. Китай будет стремиться к достижению исторического максимума в показателях совместного товарооборота. Мы готовы к углублению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, особенно в импорте органически чистой продукции из Кыргызстана на рынок Китая. Добавив, что сельскохозяйственные ярмарки, экспо и другие подобные площадки могут стать отличным способом презентации отечественной продукции для китайского рынка. Наши ворота открыты для кыргызстанских партнеров. Мы совместно можем использовать эти площадки». Кроме этого, он обозначил важность проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Премьер Госсовета Китая также коснулся вопросов сотрудничества в сфере транспорта, инфраструктуры и промышленности. «Совместными усилиями завершена работа по разработке технико-экономического обоснования проекта, а также ведётся работа по согласованию финансовой модели реализации данного проекта. Также мы готовы к практическому продвижению проекта по строительству нового пункта пропуска Бидель и принятию мер по повышению пропускной способности КПП Торугар и Иркиштам». Высокий уровень политического доверия между нашими странами даёт прекрасную возможность для расширения и наращивания торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В этом направлении стороны подписали программу приграничного сотрудничества между Кабмином Кыргызстана и правительством Китая на 2023-2027 годы. «Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с приграниченными территориями КНР. Они касаются взаимодействия в торгово-экономическом сотрудничестве, в лабораторном сотрудничестве, в продвижении отечественной продукции на рынок Суар. Как вы знаете, в рамках ШОС прошла большая выставка, в рамках которой мы представили свою экспозицию, и товары кыргызского производства пользовались широким спектром. В целях продвижения этих товаров на рынке Суар заключено данное соглашение, которое подразумевает конкретную дорожную карту». По итогам визита подписаны протокол переговоров по реализации проекта развития уличной дорожной сети города Бишкек и соглашения об установлении партнерских отношений между городами Бишкек и Ченду. Эти два документа с кыргызской стороны подписал БР столицы Эмильбек Абдухадыров. «Этот проект, основной проект – это четыре транспортные развязки. Проект был готовый. Сегодня долгожданный хороший день. Мы сегодня подписали. И в ближайшее время начнется транспортная развязки в городе Бишкек, четыре транспортные развязки». Меморандум о взаимопонимании по углублению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики подписали представители Нацагентства по инвестициям Кыргызстана и Министерства коммерции Китая. В рамках документа рабочие группы сторон будут вести совместную работу по цифровизации всех секторов экономики. «Данный меморандум подразумевает проведение работ по цифровизации отдельных отраслей экономики Кыргызстана, в части интегрирования умных технологий цифровых, развития сети 5G, а также интернету вещей, по цифровизации телемедицины и развитию отдельных областей именно в цифровом документообороте правительственных государственных органов». Премьера Госсовета Китая Ли Циана принял и президент Садыр Джапаров. С главой государства был обсуждён широкий круг вопросов сотрудничества Кыргызстана и Китая. Садыр Джапаров с удовлетворением констатировал активизацию кыргызско-китайских отношений за последние годы. «Свидетельством чему является динамика взаимных визитов на различных уровнях. В течение этого года состоялись визиты в Китай, председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, его заместителей, государственного секретаря Кыргызской Республики, руководителей ряда министерств, ведомств, глав регионов. По линии межпарламентского взаимодействия в Китае принимали заместителя Турага Джоурху Кенгаша Кыргызской Республики, а в Бишкеке мы с удовольствием принимали делегации всекитайского собрания народных представителей, партийных и государственных руководителей регионов Китая Суар, Шаньдунь, Шэньси и Цинхай». Лицян отметил особую значимость государственного визита Садыра Джапарова в Китай. По итогам встречи с председателем под Небестой, Си Цзиньпинем двустороннее сотрудничество было выведено на новый уровень. Это имеет знаменательное значение и чёткий ориентир в дальнейших кыргызско-китайских отношениях. «Кыргызстан – это важный сосед Китая. Последние годы, господин президент, благодаря вашим реформам внутри вашей страны, вы выработали целый ряд мер, нацеленных на обеспечение стабильности, развития, а также солидарности. В социально-экономическом развитии вашего государства были достигнуты весьма положительные результаты». В ходе встречи премьер госсовета Лицян поблагодарил Садыра Джапарова за тёплый приём китайской делегации, выразив надежду, что данный официальный визит позволит укрепить двустороннее сотрудничество и добрососедские отношения. Вместе с тем ещё раз подчеркнул, что Китай придаёт важное значение развитию отношений с Кыргызстаном.